Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Сегодня у нас третий день недели и очень радует, что подписчиков на телеграм-канале Ваикра становится все больше и больше. И это прекрасно, потому что чем больше людей изучают Тору, тем лучше для всех, для всего мира, для всех, для всех в этом мире прекрасно, когда изучают Тору. И вот мы сейчас начинаем, на телеграм-канале тоже я открываю урок, да, вот уже девять участников сразу, только его открываю, потому что почему уже участники, участники уже готовы, прям готовы слушать. И я советую еще раз, возьмите книги, возьмите книги, потому что когда ты слушаешь урок с книгой, то это совершенно другая, другой, другой. Другое восприятие. Так, сегодня третий день недели. И сегодня у нас есть очень, у нас сегодня есть очень такая важная дата, сегодня годовщина смерти, годовщина смерти Альтер Ребе. Альтер Ребе, он похоронен в Гадичи, основатель хасидизма, основатель хабада, да, есть хасидут, есть движение, называется хасидизм, в нем есть движение хабад. Вот он его основал, хабад переводится хахма, бина, даат. Хахма это божественная мудрость, бина это сообразительность, логика, да, причина следственной связи, и даат это восприятие, познание мира в целом. Вот он основал это такое прям мощнейшее движение, одно из самых мощных в мире, особенно его усилил последний, седьмой Любовичский Ребе, который ушел уже из этого мира. И, значит, сегодня такой важный день. Значит, так как я могу сказать, что на всех на нас оказывает влияние деятельность и первого Любовичского Ребе, Альтер Ребе, и последнего Любовичского Ребе, то, значит, сегодня тогда это будет Лейлу Нишама, Альтер Ребе, значит, я думаю, что он там на небе, вообще сейчас находится где-то вместе с Авраамом, с Каком Яковым, с Мошера Бейну, с Аароном, то есть он именно один из таких столпов за все время существования еврейского народа, Альтер Ребе входит, я думаю, в, знаете, как если бы делать, рейтинг топ 100 самых влиятельных людей в еврейском народе за всю историю, то он точно туда входит, однозначно, то есть в топ 100 он входит обязательно. Хорошо, значит, шлиши, сегодня третий день. И сказал Бог Моше, говоря, я Бог. Что это такое? И сказал Бог Моше, говоря, я Бог, да? Опять же, если бы мы читали на иврите, то мы бы, конечно, обратили внимание, что Всевышний в Торринге записан иногда юткей вавкей, четыре буквы, юткей вавкей, это, ее нельзя читать, это имя, да, поэтому я произношу по буквам, еще и неправильно. Это специально так произносят, потому что в десяти заповедях, в одной из десяти заповедей написано, не произнеси имя мое впустую, в суе, да? Но мы как бы учим Тору, но вот это имя, его произносил только раз в году первосвященник, святая святых. Поэтому те, кто называют еврейского Бога, читая это имя, это вот сразу они себя выдают, что они, знаете, это не просто поддельные они, да? Вот все, кто читает, а, знаем мы этого Бога, и читают, как написано, все, сразу спалились, да? Это как китайская подделка, когда они вместо Адидас, например, написали бы Адудас, или там вместо Версачи, Версаки, да? То есть, сразу спалились, подделка. Значит, это имя нельзя произносить. Вот у нас написано, и сказал Юткай Вавкай, вот этот вот, тот, что нельзя произносить. Моше говоря, я Юткай Вавкай. Значит, и дальше, Дабер Эль Парос, скажи фараону, царю Египта, все, что я говорю тебе. Значит, мы видим, интересно, если мы вернемся к началу, первая книга Торы, первая глава, Берешит Бара, вначале сотворил Элоким, Всесильный. Это Шамаем Веет Арыц. То есть, мы видим, что земля и небо были сотворены Всесильным. А когда появляется Юткай Вавкай, когда появляется человек, нет, когда появляется Шаббат, насколько я помню, когда появляется Шаббат или когда появляется человек, я точно не помню. Значит, у Бога есть проявление в этом мире, то, что Он проявленный, и Элоким, Всесильный, это проявление Бога в этом мире. А Юткай Вавкай, это тот Творец, Творец Мироздания, который сотворил и в котором нет никакого проявления, нет никакой структуры, мы не можем его воспринять. Он энсорфи, он бесконечный Понятно, да? И вот этот бесконечный, он как раз и обращается к Моше И говорит, вот сейчас я вам покажу, что я создатель, я хозяин И все, что вы видите, и все, что вы привыкли Сейчас я через 10 казней, я покажу, и мы дальше будем проходить Мы увидим, что каждая казнь показывала, что все это мироздание Оно не просто пластилиновое Оно просто каждую секунду возобновляется Всевышним Потому что он так хочет И он в 10 казнях, он показал, все аспекты абсолютно затронуты были В которых мы могли бы сомневаться А может это работает само по себе А может тут он не следит А может здесь как-то этот просто процессик, да? Может быть вот этот закон природы, он по-любому работает без Всевышнего Нет, ничего без Всевышнего не работает И 10 казней это доказали Теперь, значит, он говорит, вот сейчас ты пойди к фараону И все ему передает, как я сказал И сказал Моше перед Богом Так я же ораль сватаем, я же косноязычный Значит, как послушать меня фараон? И сказал Бог Моше Рен, это тихо элоим ли поро? Я тебя сделал всесильным фараону Я так сделал Бог говорит, это уже процесс управляемый Элоим это всесильный, то есть это законы Он говорит, ты не переживай Значит, я тебя направил, все пойдет по системе Значит, я тебя сделал всесильным как бы властителем над фараоном А Аарон будет тебе пророком Как это Аарон будет тебе пророком? И тут мы понимаем значение слова пророк Пророк это тот, кто передает послание Передает послание Теперь Маше Рабейну был ораль сватаем Он не мог, он был косноязычный Он не мог фараону объяснить вообще, что от него надо И он должен был сказать Аарону А Аарон, он объяснял фараону Ты говори все, что я тебе прикажу Маше Рабейну был приемник Он воспринимал сигнал И он потом передавал этот сигнал Аарону А Аарон твой брат будет твоим пророком То есть он передает сигнал дальше фараону В формате, в котором фараон поймет Ты говори все, что я тебе прикажу А Аарон будет говорить фараону А фараон, он отправит сынов Израиля из своей страны Вот мы сегодня остановимся на вот этом вот отрывке И я сделаю твердым Ужесточу переводят Ужесточу, ожесточу Каше сделаю, знаете Это авуда каша, тяжелая работа Сделаю тяжелым сердце фараона И умножу я свои знати И свои знамения Знати, знамения Вот мы сейчас разберемся тоже, что такое знати Что такое знамения В земле египетская Берец мистраем В илой и шмая Аллахэм паро А в пароне будет вас слушать И дам я свою руку в Египте То есть покажусь я здесь уже Все покажу, да Все, Египет приготовлен как такой амфитеатр Где Бог играет главную роль и где он покажет вообще Кто такой Бог Откуда мы знаем про Бога? Какой Он? Как Он? Как Он управляет миром? Как все работает? Именно через эти 10 казней Через эту историю исхода из Египта И Он говорит Все подготовлено Значит, сделаю я И вытащу я свою армию Своё воинство Народ сыновей Израиля И земли египетской Бешватим Судами Большими судами То есть все произойдет не просто так Ну такая сейчас система нам откроется Просто фантастическая В этой недельной главе 7 казней из 10 С завтрашнего дня мы начнем их изучать Вот тут у меня есть вопрос Зачем нужно было Богу, чтобы Египет узнал Когда я раз свою руку простру над Египтом И вытащу я сыновь Израиля оттуда Значит, ответ у меня, кстати, есть Я вам скажу, какой ответ Я сейчас вспомнил ответ Почему именно в Египте Бог решил показаться И сделали Моше и Арон Как приказал Бог им, так и не сделали У Моше бен Шмунимшана Моше было 80 лет В Арон бен Шалош в Шмунимшана И Арону было 83 года Когда они пришли говорить в Паро Все, сегодняшний отрывок закончился Давайте его разберем Значит, первый вопрос возникает Зачем именно в Египте? Почему в Египте решил Бог проявить себя? Что не было других мест? Зачем именно Египет? И здесь, значит, объяснение такое Египет, мы потом в казнях узнаем Он был местом колдовства То есть Египет, это было место В котором магия была на таком уровне Что там, когда делали первые две казни То в Талмуде написано, что Египетские магии, они смеялись Над этими казнями И говорили У нас дети умеют такие казни делать Такие, значит, вещи умеют дети делать Вы, значит, говорите Что вы удивили? Вообще удивили Значит, Египет был местом магии Фараон был главный маг И именно там Всевышний проявился Показать, что вся магия Это магия А он Бог Это совсем другое То есть он пришел показаться Это как Если человек, например Он какой-то мастер большой Да, вот он мастер Он всю жизнь занимался каратэ И куда он пойдет каратэ показывать? Он придет, например, в какую-то деревню Говорит Посмотрите, какой я каратист Ему скажут Какое каратэ? Что за каратэ? Мы вообще такого не знаем Или он поедет в Шаолинь И в Шаолине он покажет Какой он каратист Всех там победит Там оценят его мастерство И вот Всевышний в Египте Как раз решил это все показать Чтобы понял весь мир На все поколения Что такое Бог Кто такой Бог Как это Бог управляет миром Теперь Это первый ответ был Почему в Египте Второй ответ Почему Бог ожесточил сердце фараона И является ли это лишением свободы выбора Был ли выбор у фараона Или не было выбора Значит, здесь очень много мы отсюда учим Про свободу выбора Вот из этой ситуации Потому что с одной стороны Написано, что у всех есть свобода выбора То человек может Любой человек может вернуться ко Всевышнему И нет силы, которая может противостоять Перед раскаянием То есть раскаяние Оно просто пробивает все, все, все Абсолютно все заслоны И человек может вернуться ко Всевышнему Теперь лишить этой возможности Написано, что можно Всевышний лишает этой возможности В одном случае Когда человек осознанно грешил против Бога И ввел в грех других людей То есть он, получается, взял И как сетевой маркетинг Он включил тысячу человек в грех Такой был, например, Минаше Он весь народ Израиля заставил служить идолам Царь Минаше Он поставил идола в Дании Там поставил, здесь поставил Назначил новых священников вместо левитов Он назначил каких-то людей Которых назвал священниками Чтобы они служили идолам Он весь народ не пускал в Иерусалим, в храм И он прям заставил, убил пророка Ишаяу Ну, то есть жуткие вещи он творил И потом, когда царство Израиль захватил На выходный царь, угнал его, значит Не на выходный царь, Санхирип, по-моему Не помню, кто, какой-то из царей И его угнал в Вавилон И он сидит в тюрьме Минаше И вот в этой тюрьме Он начинает раскаиваться И он раскаивается, возвращается к Богу И, значит, раскаяние Но весь-то народ продолжает служить идолам Сколько людей искренне поверили Люди, что они какие Большинство людей наивные Им показали газету «Правда» Они верят в газету «Правда» Покажи им газету «Неправда» Будут верить в газету «Неправда» Значит, на парад, там, 1 мая Значит, дружными строями На парад гордости Такими же дружными строями Те же люди, да Вообще, то есть люди наивные Их куда поведут, туда не идут Теперь Но потом, когда они уже пошли Они могут не свернуть Получается, Минаше их ввел в грех А сам раскаялся Теперь у него он к Богу вернулся А они Говорят, что в этом случае Раскаяния нет И Бог не дает раскаяться И с фараоном Некоторые говорят, что было то же самое Что он был такой злодей Такой закоренелый злодей Что ему невозможно было Что его Бог лишил свободы выбора Но есть другое мнение Есть еще два варианта Которые нам очень будут Мне кажется, полезны Потому что вот этот фараон Он сидит внутри каждого из нас Фараон такой, который отрицает Бога Который думает, что кто-то может ему сделать вред Который думает, что есть какие-то силы Кроме Бога, которые управляют Это все фараон, который порабощает душу То есть у каждого человека внутри Есть свой Египет, свой Мицраем Мицраем это между теснин У каждого есть свой фараон Внутри в мозгу Он сидит и говорит Да что ты его слушаешь Этсхака вообще Какой Бог Где Бог Почему мне вот Вчера, например, на ногу наступили Ну где Бог Как Бог мог такое допустить Чтобы не на ногу наступили Это несправедливо Значит нету Бога Или там еще хуже Есть же страшные вещи в мире творятся То есть сидит такой фараон И говорит, что нету Бога Теперь Но есть у него свобода выбора или нет Так вот, значит Когда говорится, что Бог ожесточил сердце фараона Специально, чтобы как будто бы лишить его свободы выбора Тут есть два объяснения Первое объяснение Что человек У него всегда есть свобода выбора Но если он принял уже множество каких-то решений Мелких Каждое решение Помните, как лилипуты Они Гулливера Привязали маленькие колышки И маленькие ниточки Но этих маленьких ниточек Маленьких веревочек Которыми они прибили его колышком Было очень много И он не мог встать Точно так же психологически В психологии Человек, который принял много разных Вот он, например, принял решение Что я, например, там по субботам хожу в баню Ну, к примеру А ему говорят А субботу надо соблюдать Нельзя в баню ходить А он принял решение Он говорит Я без бани не я Он принял решение Например Что он там Еще какие-то вещи делает Какие-то вещи не делает Потом ему надо вернуться к Богу Он и хочет Но вот это ожесточенное сердце Сердце его стало жестким Таким, да? То есть сердце это мышление И все вот эти вот установки Да? Такие жесткие установки психологические Это я делаю Это я не делаю Я помню, когда-то слышал Интервью олимпийской чемпионки Светлана Хоркина И она, эта Хоркина говорит Ее спрашивает корреспондент Говорит А правда, что вы Даже выступаете Вы всегда с манитюром Даже делаете перед всеми соревнованиями Это было лет 20 назад Я слышал интервью Да не 20 25, наверное Или 30 Я запомнил На всю жизнь Это для меня вот Как бы метафора Вот этих жестких убеждений И он ее спрашивает Корреспондент Правда, что вы без манитюра Не выступаете? Она говорит Правда Потому что Говорит Хоркина без манитюра Не Хоркина Она говорит Я без манитюра Уже не я Все Хоркина без манитюра Не Хоркина И я запомнил это Как вот такую метафору Что человек Своим убеждением Вот он говорит Вот это я А вот это не я Я без бани не я Я если не выпью Сдохну Я если Я если не закурю Я с ума сойду Да То есть он Но это же все мысли Это же все просто Вот эти вот маленькие веревочки И ожесточить сердце Это сделать себе множество Вот этих вот жестких принципов Которые когда-то работали И когда-то может быть Оно было ей важно Этой Хоркина Этот манитюр Не знаю почему Вот тебе прям манитюр полюбился Но потом она все равно Хоркина Даже без манитюра Она все равно Хоркина Но вот в какой-то момент Это ее может привести к неврозу Нету манитюра Или ногти у нее отпали А она без манитюра не Хоркина Все То есть нельзя быть вот таким Жестокосердным Да Таким принципиальным Да В каких-то глупых этих принципах Теперь дальше Второе объяснение Что значит Ожесточил Бог Сердце фараона Он его не лишил свободы выбора Но он его сделал Невосприимчивым к боли Фараон Он не страдал От казни До последней казни Только последняя казнь Казнь первенцев Она его как-то коснулась А все остальные казни Его не касались И получается Что Если человек не чувствует боли То он У него остается Свобода выбора То есть человек Например Вот любому человеку объясни Тому же Минаше Он знал про Бога Лучше чем мы все В миллион раз В миллионы В миллионы В миллионы раз Он знал лучше про Бога Его папа был Царь Хисиягу Они там были пророки Дедушка пророк Все Но Он выбирал Служить идолом Почему-то Да Почему он выбирал Служить идолом Как-то один Сидели мудрецы Это в Талмуде Есть такая история Один из мудрецов Эпохи Талмуда В Вавилоне 2000 лет назад почти Он говорит Вот Минаше Что-то он сказал Как-то неуважительно Про Минаше И ночью ему во сне Пришел царь Минаше Ему говорит Ты говорит Вообще Ты знаешь Ответ задал ему Какой-то вопрос Такой аллахичный По закону Тут говорит Не знаю Минаше говорит Это для меня Вообще не вопрос Я так знал Тору Что Говорит Если бы ты жил В мое время Ты бы Говорит Вот так вот Поднял бы полы Своего Площа такого Да Они входили в таких платьях Да Как Такие длинные И через лужу бы прыгал Бежал бы служить Идолом Прямо так В припрыжку бы бежал Такое было В этом Такое было К этому вожделение Да Ты говорит Не можешь Рассуждать про меня Как я там Почему я служил Идолом Теперь Но тот же самый Минаше В момент Когда его посадили В тюрьму В каком-то Вавилоне В какую-то Яму И Значит В какую-то Яму Его посадили В этой яме Его там Наверное Какие-то Местные Вавилоняне Прижали Малеха И он Значит Думает Господь А кому обращаться Идола в яме Нету И ты к ним Не обратись Тут приходит Прозрение И он тогда обратился К Богу И Бог принял Его раскаяние Теперь Без боли Он бы этого Не сделал То есть Он Одного знания Мало Поэтому Всевышний Вынужден нам Давать боль Он вынужден Нам давать Неприятности Нам давать Неприятности Окружающим людям Давать неприятности Чтобы мы видели Примеривали это На себя И в какой-то момент Мы задумались А может все-таки Идти по путям Бога А может все-таки Не нарушать то Что Бог сказал Нельзя делать И Ожесточить сердце Фараона Это значит Что он убрал У него боль Фараон не чувствовал Чужую боль И у него Не было своей боли Свобода выбора У него оставалась То есть По одному мнению Бог лишил его Свободы выбора Потому что он был злодей Это значит Ожесточил его сердце По двум другим мнениям Он ожесточил сердце Первое Его принципы Фараона Были настолько сильные Что они ему Не давали свернуть С пути зла И второе Что он не чувствовал Боли Поэтому он Продолжал идти По пути зла Потому что В принципе Если бы не было Расплаты за зло То оно приятно Как говорил Один Один говорил Писатель Английский Что говорит Все что я люблю Или Запрещено Или аморально Или ведет К ожирению То есть Все вот эти Запрещенные вещи Они почему-то Всевышний Сделал их Как медом Намазал А Как в Мишли Написано Что Краденный хлеб Сладок Или краденная вода Или краденный хлеб Сладок И это Говорится Раша Объясняет Что Человек Который Смотрит На замужнюю Женщину Она ему Кажется Намного Более Привлекательной Чем Не замужняя И это Специально Так Ецера Раз Зло Начало Так Делать Чтобы Была Потом Свобода Выбора И можно Было Выбрать Добро Все Дорогие Друзья На сегодня Мы заканчиваем Наш урок С Божьей Помощью Чтобы Все было У нас Хорошо Чтобы Всевышний Слышал Наши Молитвы Чтобы Мы Делали Добро И Чтобы Был Мир Мир В душе Мир В отношениях И Мир Чтобы Был В мире Чтобы Была Рефлаж Лама Всем Кто Нуждается В Здоровлении Полное Здоровление Благополучия Всего Самого Самого Хорошего Все Всем Удачи Успехов До Завтра Завтра Начинаем Про казни Изучайте